Здравствуйте! ЗАБА24 и наш проект Говорит Ачинск. Напоминаю, в этой программе мы поднимаем вопросы, которые волнуют жителей нашего города. Если у вас такие имеются или вы думаете, что ваш вопрос нужно озвучить, сообщайте его нам по номеру телефона, который видите на экране. Сегодня мы побывали на 8 округе города Ачинска и пообщались с местными жителями о том, какова активность их депутата Владлена Власенко, который представлен юго-восточным районом и общежитиями третьего микрорайона. Кстати, стоит отметить, что имя Владлен ему дали не случайно. Родители его назвали в честь вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. По словам самого депутата Власенко, это имя многое предопределило в его жизни. В частности, с ним ему досталась неуемная жизненная активность и деятельность. Наверное, поэтому я такой действенный и постоянно в какой-то везде участвую. Вы часто видите вашего действующего депутата? Вообще ни разу. Никогда не видели? Никого не видела, не знаю. Ни разу. Даже когда были проблемы, он не приезжал. Давно вообще не видели. За весь год ни разу не видели? Нет. Нет, а кто вообще? Ни кого видно-то? Они никогда не общаются, не собирают. Вот хотя бы вот раз во дворе собрали да поговорили. Ничего, никто, нигде. По словам Владлена, он сдавал несколько уточняющих отчетов. И в администрацию, и в партию «Единая Россия». Нам кажется странным то, что ни мы, ни жители округа ни одного отчета не видели. Но да ладно. По словам самого Владлена, более 200 обращений закрыто. Ну, знаете как, я не беспокоюсь по одной простой причине, что у меня по работе, по обращениям с гражданами, да, папка, наверное, сантиметров, да, 20, то есть толщиной, и все это, но отработано. Ну, однозначно более 200 закрыто. Не хожу, обращаться толку нет. На микрорайоне, да, много проблем. Например, грязно, не убирается. Весной особенно вообще. И трава не скашивается, и территория бывает не убирается, да. Да, много ли проблем. Деревья вон у нас болтаются на проводах. Уборка, как бы, принадлежащих дворов территорий, ну, всегда в каком-то загнанном состоянии. Мусор валяется повсюду. Вот, видите, проблемы. И вот, вот 48А, посмотрите, какие там ямы. Там вечная лужа, и делают, когда снег идет. Сделают, а зимой оно опять выбивает, и весной это. И вот как выезжает за двора, там такая всегда, сейчас вот такая вот яма. Да ладно, мы поскакали молодые через лужи, через вот этот снег таяши, а бабушки как выходят, они вообще не могут передвигаться. Была такая ситуация, что как раз вот эта каша была, я соседке, бабушке ходила в магазин, потому что она не могла просто пройти даже это. Я-то перескочу, намочу ноги и просушу. А бабушка-то по 70 лет, куда она пойдет? Ни разу не собирались, ничего, вот они посидят на лавочке, обсудят. Депутата ни разу не видела. Одни только лужи беспокоят. Вот на мусорку не пройти. Дороги вон, смотрите какие дороги, полмашины скрывает. Вон там все затоплено. В округе все. За окнами, мне окна туда выходят, там бурьян постоянно. Газоны беспокоят, конечно, мою маму, на которые встают машины, которых очень много. Мы живем тут, как на хуторе. У нас была остановка единственного автобуса. Мы там придем, вот к старухе мы, в больницу надо ехать, 213 маршрут. Взяли, утащили эту остановку. Вы посмотрите, что творится. Тротуара нет. Вот дети идут в школу, со школы и машины едут. Хоть какой-нибудь тротуарчик бы придумали до парка. Ну знаете, ну вот этот мусор постоянно летает. Они бы хоть накрывали вот это. И крыша у нас течет. Живу на втором этаже, она у нас до второго этажа протекает. Проклятый микрорайон. С августа прошлого года нету крыши. Как дождь, так ведра. Ну а вы писали какие-то жалобы, звонили, говорили? Ну конечно писали и говорили, и толку никакого. Ручьем люди вот с этой стороны вообще все насквозь прогнили. У них все, как дождь, так дождь в квартире. Вот та самая крыша. Она не то чтобы сломана или в ней дыры, ее просто-напросто нет. Не хватило даже баннера, чтобы накрыть ее полностью. Вы все видите сами. Сейчас, когда дождь практически каждый день, жители вынуждены собирать воду бедрами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, практически в каждом дворе люди были недовольны работой депутата. А в некоторых дворах нас встречали аж целые собрания жильцов. Никакая работа не ведется. Мы пять лет у нас в Совет Дома, уже пять лет, шесть лет будет нашему Совету Дома. Мы неоднократно обращали к своему депутату, но никакой помощи и поддержки мы с его стороны не увидели. Так, а скажите, что беспокоит вас? Что беспокоит? Ну, у нас много вопросов было. Давайте все рассказать. Было, значит, вопрос у нас стоял по асфальтированию муниципальной территории, по подвалу был вопрос, потом по детской площадке у нас был вопрос. Сейчас у нас вопрос по лужам во дворе. И ни по одному вопросу мы от него никакой помощи не увидели. Ну, а вы часто вообще видите вашего депутата? Нет, вообще нет. Нет, он у нас был, когда выходили за три года мы эту детскую площадку, нам ее устанавливали за наш счет. Вот, товарищ, как говорится, все силы свои отдал. За ваши деньги? За наши деньги, за счет наших денег, нашего дома. И он как раз эту площадку устанавливал, он появился. Мы, видите ли, он принимал работу. В руках у меня заявление, которое мы написали и отправили 2 августа на электронную почту Ачинского городского совета, где мы просим господина Власенко отчитаться за пять лет работы. Потому что за пять лет работы он ни разу перед нами не отчитался. А уже сегодня уже 30-е? Да, 30-е. И как ответ? Никаких ответов. Ни комментариев, ни ответов, ничего вообще. Ни комментариев, ну. И что дальше? Я не знаю, что... А что дальше? Что на ненужном такой депутат? От которого мы ни помощи не видели, ничего. Население против. Да, население, люди против. Мы считаем даже это как-то некрасиво, наверное, когда люди к тебе в течение пяти лет обращаются, тебе не видят никакой ни помощи, ни поддержки. Потом к ним же обращаться и просить их поддержать его на выборах, на второй срок. А он перед выборами не приезжал? Он сейчас везде ведь они катаются. Нет, он был, но он был без отчета. Он был как повешал объявление почему-то от нашего имени, от имени совета дома. Значит, он повешал объявление и пришел как кандидат в депутаты рассказать свою биографию. Лужа длиной во весь двор настолько огромная и глубокая, что может стоять месяцами и не просыхать. Ну что же, Владлен Власенко врач. Он не строитель. Поэтому такие проблемы ему и за пять лет не удалось решить. Возможно, это профессиональная деформация, когда на жалобы своих избирателей он позволяет себе ответить грубоватой и не смешной шуткой в полтретьего ночи. Я Власенко пишу в инстаграме, отправляю видео телеканала ОСА, что они приезжают, что у нас люди даже из подъезда выйти не могут. Вот вода налита. И он мне ответ дает, что эта лужа у нас останется как исторический памятник. Честно говоря, я вообще в шоке была. Это он пошутил так что ли? Ну, потом Никитин сказал, что это была шутка такая. А вот еще время в 2 часа ночи что ли ответил? Ну да, в 2 часа ночи. После трех дней диалогов с населением 8 округа мы пришли к неутешительному выводу. Депутат Власенко малоизвестен жителям своими делами. Его депутатский отчет это миф. Общественные проблемы округа жители решают через суды самостоятельно. Да и вообще, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Судя по всему, эти слова про 8 округ. И в прямом, и в переносном смысле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова